всем привет меня зовут владимир это видео дополнение моему предыдущему обзору на кассетную деку техникс rstr 575 хочу кое-что вам показать в плане записи с кассеты на кассету этот момент я упустил в предыдущем видеоролике сейчас подробнее покажу итак я показывал как можно записать с кассеты соответственно на кассету но я показал только то что можно записать один в один грубо говоря с кассеты на кассету с помощью кнопочки синхро старт если вы не смотрели мой предыдущий видеоролик то где-нибудь здесь сейчас будет подсказочка где эти посылки посмотрите так вот что нужно сделать чтобы записать с кассеты на кассету предположим полностью до от начала до конца вставляем сюда ту кассету на которой будем записывать сюда ту с которой будет воспроизводиться иначе не получится сюда сюда записать нельзя но это я уже говорил и так что я делал называем кнопочку рек то есть запись далее нажимаем скорость выбираем это важно иначе ничего не получится то есть первую скорость ну или вторую на которой будет дублироваться кассета поняли да то есть вот первая скорость далее нажимаем кнопку синхро старт здесь воспроизводится здесь записывается понятно да соответственно нажимаем стоп обе деки топорят собственно говоря то чего я не показал я просто этого не знал я сегодня методом тыка все это дело выяснил а дело в том что мне задали в один из комментариев такой с вопросом а что делать если нужно сделать выборку с одной кассеты на другую ну то есть это пишет а здесь в это время нужно было как-то стоп перемотка пояс следующей песни или другую кассету ну я ответил что только через вот эту кнопку каждый раз алгоритм показал до запись скорость синхро старт но 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 сегодня я нашел способ как это можно сделать то есть одна кассета перед а здесь вы скажем меняйте кассеты или просто перематывать и находите нужную вам песню смотрите как оказалось наверняка это есть где-то в инструкции не знаю если вы умеете читать на английском языке у вас есть инструкция то такого аппарата то возможно там это написано не знаю я я нашел то что методом тыка так вот смотрите да и так как же записывать на этом аппарате все-таки выборочно да не пользуясь кнопкой синхро старт случайно нашел просто тыкал во все кнопки подряд нажимаем здесь запись нажимаем здесь скорость на которой вы хотите записать моем случае единичку ставим а теперь фокус включаем здесь паузу запись пошла здесь отдельно воспроизведение то есть без нажатия кнопки синхро старт я не знал серьезно я вот просто тыкал тыкал и как-то так получилось да а теперь смотрите что будет если я нажимаю здесь перемотку автопоиск соответственно на следующий трек нажимаю продолжает писаться буквально две секунды видели встал на паузу здесь в это время есть что новый трек пошло произведение точнее говоря он нашел трек и остановился здесь пауза здесь пауза но чтобы дальше продолжить естественно нажимаем еще раз паузу потом запись здесь включаем снова вот произведение как просто все оказалось надо же да можно вот так здесь продолжать писаться и сейчас она выключится сама автоматически опять она на паузу стала включаем скажем здесь вторую сторону реверси пауза снова пошла запись понимаем чтоб тогда не тормозят обе при этом можно скорость увеличить ставим вторую скорость то же самое запись воспроизведение второй скорости пошло а здесь и только тогда срабатывает здесь вот как если просто нажимаем паузу ничего не происходит или play запись не начинается но как только мы здесь исключаем воспроизведение тогда здесь можно нажать паузу или play соответственно началась запись и еще кое-что хотел сказать предположим нажимаю запись в этот момент соответственно подсоединю у меня скажем сиди проигрыватель да здесь бегает индикатор скажем кассета пишется а если одновременно подмешать воспроизведение со второй кассеты как вы думаете что будет на самом деле ничего не будет дело в том что как только вы нажимаете запись до сейчас работает линейный вход он воспринимает но как только вы нажимаете и кнопочку которая изменяет скорость единичка сразу же отсекается любой звук который входит через линейный вход поняли да то есть не получится так чтобы писать одновременно с кассеты скажем потом кассету на паузу в это время пишется с ним входа так не получится поскольку как только вы нажимаете скорость эту кнопочку один или два отсекается линейный вход совсем все ну теперь точно все так что я был неправ когда утверждал что можно записывать только через кнопку синхро старт каюсь не разобрался полностью в этом но опять же если бы не тот комментарий я бы скорее всего даже не попытался что-то искать такие вот дела